Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке Родиноведения. Тема урока – мои друзья. Сегодня на уроке узнаете, что такое дружба, друг. Узнаете, что такое обычаи и традиции. Вспомните пословицы о дружбе. Девиз урока – человек без друзей, что дерево без корней. Сядьте поудобнее, закройте глаза и мысленно загляните в свое сердце. Представьте, что внутри вашего сердца раскинулся чудесный сад. Сад вашей души. Погуляйте по этому саду. Вы увидите дерево с разноцветными листочками. Это дерево доверия и уважения. Между деревьями струится чистый прозрачный ручеек честности. Посмотрите на прекрасные цветы. Они наполняют ваше сердце добром и светом. Прислушайтесь, как поет птица счастье. Рассмотрите ее перышки. Каждое перо – это все лучшее, что живет в каждом из вас. Полюбуйтесь разноцветием сада своей души. Вдруг из глубины вашего сада, из сердца, появился солнечный лучик. Он проникает в вашу голову и опускается в середину груди. Представьте, что свет начинает все больше и больше распространяться по вашему телу. Он становится сильнее и ярче. Свет опускается вниз по рукам. Ваши руки наполняются светом и теплом. Руки будут совершать только добрые, хорошие поступки. И будут помогать родным, друзьям. Свет опускается вниз по ногам. Ноги наполняются светом и теплом. Ноги будут вести вас только к хорошим местам для совершения добрых дел. Далее свет поднимается к вашему рту, языку. Язык будет говорить только правду и только добрые, хорошие слова. Направьте свет к вашим ушам. Уши будут слушать только хорошие слова и прекрасные звуки. Свет достигает глаз. Глаза будут смотреть только на хорошее и видеть во всем хорошее. Направьте свет всем вашим родным, друзьям, знакомым. Пусть этот свет распространится на весь мир, на всех людей, на животных, растениях, на всё живое. Удалось ли вам представить сад своей души? Как вы себя при этом чувствовали? Я надеюсь, все свои лучшие качества вы используете в школе с друзьями и дома с родными. Послушайте стихотворение и скажите, о чём оно? Вышел с яблоком к друзьям. Мне не жаль, нисколько. Яблоко разрезал я на четыре дольки. Дружно яблоко жуём. Ребята в восхищении. Это яблоко твоё, просто объедение. Так о чём это стихотворение? Конечно, о дружбе. Почему мальчику не жалко яблоко? Правильно, потому что он разделил яблоко между своими друзьями. А для друзей ничего не жалко. С чего же всё началось? Как возникло само слово «друг»? Послушайте стихотворение, которое так и называется. Слово «друг». Когда ещё никто не знал ни слова? Не здравствуйте, ни солнце, ни корова. Соседям древний человек привык показывать кулак или язык и корчить рожи, что одно и то же. Но словом стал гортанный резкий звук, осмысленнее лицо, умнее руки. И человек придумал слово «друг». Стал друга ждать и тосковать в разлуке. Ему спокойно за друзей моих. Как жил бы я, что делал бы без них? Друзей, людей, которых я люблю, я никогда ничем не оскорблю. Не для того наш предок шёл сквозь мрак, чтоб, встретив друга, я кричал «дурак». Показывал язык или кулак и корчил рожи, что одно и то же. А злое слово я приберегу, пускай оно достанется врагу. К сожалению, грубые слова иногда приходится слышать и друзьям. А иногда бывает и так, как в стихотворении «Два козла». Может быть, послушав это стихотворение, кто-то узнает себя. А узнав, постарается не быть похожим на этих персонажей. Однажды на лужайке подрались два козла. Подрались для забавы, не то чтобы со зла. Один из них тихонько приятеля легнул. Другой из них легонько приятель ободнул. Один легнул приятеля немножко посильней. Один разгорячился, легнул, что было сил. Другой его рогами под брюхо подцепил. Кто прав, а кто виновен? Запутанный вопрос. Ну уж козлы дерутся не в шутку, а всерьез. Я вспомнил эту драку, когда передо мной на школьной переменке такой же вспыхнул бой. Да, такие отношения дружескими не назовешь. А что такое дружба? Дружба – это проявление бескорыстной любви. Настоящая дружба проявляется в том, что друг не требует ничего взамен. Всегда готов прийти на помощь. Радуется вашим победам и поддерживает в трудных ситуациях. Бескорыстная дружба объединяет людей. А вы встречали в своей жизни проявление бескорыстной дружбы? Расскажите об этом своим родным. Стихотворение «Дружба». «Что такое дружба?» Спросила я у птицы. Это когда коршун летает вместе с синицей. Спросила я у зверя. «Что такое дружба?» Это когда зайцу лисы бояться не нужно. А после спросила у девочки. «Дружба, что такое?» Это что-то огромное, радостное, большое. Это когда ребята все сразу, все вместе играют. Это когда мальчишки девчонок не задирают. Дружить должны все на свете. И звери, и птицы, и дети. Дружба – это уверенность человека в том, что его всегда поддержат, помогут. Он не останется один ни в радости, ни в беде. И в дружбе очень важно понять другого. О дружбе есть много пословиц. Послушайте некоторые из них. Друзья познаются в беде. «Верный друг лучше сотни слуг. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Сам пропадай, а товарища выручай. Добро потеряешь – опять наживешь. Друга потеряешь – уже не вернешь». На территории Кыргызстана проживают люди восьмидесяти национальностей. У каждого народа свои традиции и обычаи. Традиции – это правила поведения, которые складывались веками и передавались из поколения в поколение. Кыргызы, за не с большим исключением отдельных групп, вели кочевой образ жизни. Кочевали из зимних стойбищ в долины и ущелья или вверх горам. К перекочевке всегда готовились тщательно. В день перехода все надевали праздничные одежды и украшения. По пути к новому месту их встречали люди из других аилов, угощали детей, преподносили в чашках молочные прохладительные напитки – айран, кумыс – и благословляли в добрый путь. На новом месте аил посещали соседи, приносили с собой угощения и благословляли на благополучное пребывание. Традиции и обычаи разных народов в чем-то очень похожи, и все они заключают в себе многовековую мудрость народа. Все утверждают нравственные идеалы. Уважение к старшим, умение любить и прощать, неприятие насилия в любых его проявлениях. У славянских народов, например, есть обычай в Прощенное Воскресенье просить друг у друга прощения за обиды, которые они причинили друг другу. Прощенное Воскресенье приходится на последний день Масленицы – традиционного славянского праздника. В наше время законы гостеприимства, уважения к старшим, взаимопомощи стали добрыми и полезными традициями всех народов, населяющих Кыргызстан. Государство заботится о создании для всех народов одинаковых условий жизни, развития их родных языков, национальной культуры, доступа к образованию, потому что история показала, разделение и ущемление народов по национальным признакам, разрыв крепких уз, многолетних связей, ничего, кроме страданий, не приносит. Только единство и согласие народов, живущих в республике, может служить основой успеха в созидательных делах. Именно поэтому Кыргызстан – наш общий дом. В самом центре Бишкека, в старом здании дома правительства, разместился дом дружбы. В доме дружбы ведут деятельность различные национальные культурные центры. Для каждого из них выделены отдельные помещения, где выставлены изделия, картины, свидетельствующие о развитии культуры, обычаях и быти данного народа. Проходят различные мероприятия, связанные с решением жизненно важных вопросов, национальными традициями, встречи с соотечественниками, проживающими за рубежом. В доме дружбы царит настоящая атмосфера взаимопонимания, дружбы, населяющих Кыргызстан народов. Дружба народов и братства дороже богатства. Давайте дружно будем жить и нашей дружбой дорожить, и никогда не ссориться, тогда дела все спорятся. На этом наш урок подошел к концу. Что же такое дружба? Кто такой настоящий друг? Как вы понимаете слова, обычаи и традиции? Расспросите старших об обычаях своего края. Найдите и выучите стихотворение о дружбе. А я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok